Праздник Крещения и Водосвятия Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня мы с вами немножко поговорим на интересные темы, в том числе на тему праздника Крещения и Водосвятия. Кто я такой? Как меня зовут? Зовут меня Игумен Валериан. Я священнослужитель Киевской Метрополии Украинской Православной Церкви. Так, давайте прежде чем мы начнем наше плавотворное общение, выполним некий ритуал, я его уже выполнил, предупреждаю, телевизионный. Пожалуйста, переведите свои мобильные телефоны, без которых многие жизнь себе не представляют, в авиарежим. Не на беззвучный, не на вибро, только авиарежим. Перевели? Да. Потому что знаете, что он дает помеху. Праздник Крещения для меня тоже знаменателен. Вот в этом году на Крещение исполняется 28 лет, как я в священном сане. Сегодня мы поговорим о празднике Крещения. Причем об этом самом событии Крещения Господа, Бога и Спасного нашего Иисуса Христа от Иоанна Претечи на Иордане. Нужно читать самостоятельно, а не слушать батюшкины пересказы. Об этом написано у нас где? Знаете? Где написано об этом? В Евангелии. В каком? В каком из четырех? Во всех четырех Евангелиях. То есть об этом событии довольно сходно написано в так называемых синаптических Евангелиях. Свидетельство трех разных людей об одном и том же событии. Теперь мы коснемся трех самых главных вопросов, которые в эти дни тревожат всех и каждого. Первое. Это какой вопрос? Когда вода святее? Когда вода святее? 18 или 19? Какая вода круче? Вот. Второй вопрос. Купатыся, чины купатыся. Купатыся, чины купатыся. Майже за классиком. Вот. То есть когда, зачем и как лезть в прорубь? Ну и третий практический вопрос. Это сколько же набирать святой воды? Как ей правильно пользоваться, чтобы у меня все было хорошо и мне за это ничего не было? Ярважем. Ярважем и сильнее, сильнее. Понятие такое, как святая вода упоминается еще даже в Ветхом Завете. Ведь в книге чисел есть предписание там и окропи или о мой святой водой. Понятно, что у иудеев не было такого чина освящения, но вместе с тем понятно, что чистая вода, на которую каким-то образом, видимым даже для древнего человека, сошло благословение Божие, ну, наверное, была знакома и в древнем мире. Или, как многие знают из слов самого известного, 50-го псалмада, окропиши мя и сопом и очищуся. И соп – это не жидкость, и соп – это кропила само, травка такая в древности была. То есть, вот, тоже было окропление чем-то. Ну, понятно, что и в языческом мире воде тоже придавалось символическое значение, как одно из основных стихий. И различные виды инициаций через погружение в воду тоже присутствовали, даже в древности. Может быть, как отголосок, как прообраз грядущего. Вспомним, когда Иисус исцелял расслабленного при овчьей купели. Да, там в Евангелии сказано, раз в год, видимым образом, ангел Божий сходил на овечью купель. И тот, кто первый влазил в нее из всех страждущих бывших, получал исцеление. То есть, в Иерусалиме, при храме, было в мистелище, бассейн, где мыли овечек для жертвоприношения. И люди знали, что там реально раз в год исцеления Бог совершает, что Дух действует, где хочет. Иисус Христос что сделал? Он просто подошел к этому человеку, говорит, хочешь быть здоровым? Говорит, да, но я явно не успею первый. Тем более, я там паралитик. Говорит, хочешь быть здоровым будь, встань, возьми свою постель и иди себе. То есть, Бог может осветить что угодно. Всегда, везде, независимо от дня. Но этот день, мы все-таки знаем, что это вот день особый, когда освещается все естество водное. Как бы в напоминание того события. И вода с крана тоже тогда... А мы сейчас коснемся этого вопроса. Смотри. Значит, церковный день по традиции начинается когда? Вечером. Вечером. Почему? Я назову две причины, как минимум. Первая причина. Когда мы читаем первую главу Библии, сотворение мира Господом, да? И был вечер, было утро, день первый. То есть, там идет этот счет с вечера. В древности, древние христиане праздновали праздник феофания, богоявления, который вбирал в себя и Рождество, и крещение Господне. То есть, вот Иисус родился, вот ему исполнилось 30 лет. А не поэтому так и близко, да? Где-то в одно время. Даже в некоторых нехалкидонских церквях, в армянской церкви, она отдельно от православия, они празднуют это в один день. Вот по той древней традиции. Потом традиция несколько изменилась, и праздник мы растянули на неделю. То, что мы сейчас называем святками. То есть, отдельно мы празднуем Рождество, тут мы празднуем крещение. Сложились уже свои песнопения, но тем не менее, служба и рождественская, и крещенское, богослужение в храме, строится абсолютно по одинаковой схеме. По абсолютно одинаковому образцу. В точности, заканчивается период святок, и наступает крещенский сочельник, то есть, на вечерие крещения, как есть на вечерие Рождества, 18-го на вечерие крещения. Заканчиваются святки, когда все можно есть, и это день строгого поста, как и рождественский сочельник. И мы прекрасно знаем, что тоже надо целый день не вкушать даже макового зернышка, а потом 12 страв якись, пись для першой изури. Так? Почему? Ну, будьте почемучками. Почему так? Так, практически в сочельник, служба в монастыре шла с утра и до вечера, целый день. В этот день они не ели. Не было трапезы, они из храма не выходили практически. Там, в лучшем случае, он где-то там посидит в стасидии, пока читают по учению. Служба была длиннее, реально, потому что книг было мало, и очень многое, те книги, которые были, они читались. В том числе и по учению, читались прямо в храме. И вот литургия, служба на которой Евхаристия совершается, совершалась вечером. После чего монахи, осветив воду, эту крещенскую, идут куда? На трапезу. Почему после первой звезды? Да потому что на небе уже звезда зажглась. По времени получилось так. Все, после этого какой-то отдых, и в сам день праздника, утречком, служит еще одну литургию. Она, как правило, покороче. Но, как ни странно, что бы у нас ни говорили в семинариях, это день, сочельник и праздник, когда две литургии совершаются в один день. На одном престоле. Парадокс, но это факт. Одна совершалась вечером, другая рано утром. А дальше был праздник, можно было отдохнуть, можно было к кому-то в гости сходить или гостей принять. Это именно отголоски древнего монастырского устава, которые мы приняли, отчасти забыли уже, почему так, адаптировали к своему приходу. И на приходах у нас в день сочельника литургия служится когда? Утром уже, а не вечером. Хоть Богоявленская вода, 18 числа, хоть Крещенская вода, это одно и то же. И набирать ее можно хоть тогда, хоть тогда. И смешивать между собой. И не играть в доброго или злого волшебника, а вот это круче, а вот это святее. А в этом силы больше. Это же исключительно магическое восприятие. Это, понимаешь, поиграем в Гарри Поттера, называется. Крапить святой водой. Эта традиция в православии, во всяком случае, о ней говорил еще в начале II века. Христианский святой, епископ, священномученик, римский папа Александр I. Правил он недолго, там, по-моему, 102-105 год, там, епископы долго не заживались в те времена. Это как раз эпоха, начало христианства, эпоха гонений. Все. То есть, принимая священный сан, он себе приговор подписывал сразу. Он знал, что это ненадолго. И вот он предписывал крапить святой водой. О дивных свойствах крещенской воды упоминал в конце IV века святой, которого мы называем отцом и учителем церкви, один из величайших святых, святитель Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский. Он, когда служил в Антиохии в 387 году в антиохийской проповеди, в одной из своих антиохийских проповедей, он говорит, что действительно вода, освященная в этот день, которая по-гречески называется Великой Агиасмой, Великой Святыней, она действительно, говорит, хранится целый год, не портясь, а то и несколько лет. Часто говорят, батюшка, а что делать? А у меня зацвела святая вода в бутылке, неужели я такая грешница? Все! Неужели меня проклял кто-то? Я говорю, да не грешница, просто неряха, бутылку надо было лучше мыть. Если смешать воду крещенскую с водой, набранную 15 числа, это вода будет святой? Будет. И в каких пропорциях? Если в цистерну в литр? Шикарно! Наверное, будет. Там в молитве ясно сказано, что вода, это освящается Богом на благопотребность верующим, которые будут ее и пить, и кропиться ей, и кропить другие предметы. В этот день сказано, что святой водой люди кропят все вокруг себя. Есть благочестивый обычай, крещенскую воду пить натощак с кусочком просфоры. А животным можно ее в пищу давать? А почему нельзя? Как считаете? Лучше оградить. В любом случае, в этот день, если вся вода считается... А в другие дни? А в другие дни? Они же не умрут, значит им это не помешает. Если это святыня, то сказано, что не давайте святыне псам. Замечательный вопрос. Так это конкретно про псов. Только про псов. То есть котам можно, а псам нельзя. Ребята, когда мы говорим, что не давайте святыне псам, внимательно читаем в контексте, там ведь разговор не о собаках. Не про то, что собаку нельзя в доме держать. Если мы вспомним притчу о богаче и Лазаре, там сказано, что и псы едят крохи, которые падают со столов хозяев. То есть даже в древнем мире собаки жили там, где люди ели. Это уже считалось пространство дома. Окропи эти места, окропи их еду. И это не умолит святыню. Это сделает тебя, христианина, более человечным. Так вот, поэтому вполне-вполне можно. Возвращаемся к употреблению святой воды. Не разбавлять святую воду. Знаешь, вот я набрал святой воды и долил пузыречек. И налил туда ведро, доплеснул. А как правило, принято святую воду, ну по логике вещей, да, вливать в воду простую, освещая ее. Налил в 5-литровую бутылку пузырек. А сверху обычный. Все правильно? Ну я думаю, что лучше в ведро вылить пузырек. Вот тебе будет ведро святой воды, разлей ее по бутылочкам. Эффективнее. По логике, по внутреннему чувству. В древности вот такого особо торжественного водосвятия не было. Как ни странно. То есть формировался этот чин. Впервые он появился. Вот нечто такое торжественное, яркое, в виде крестного хода и освещения на площади посреди города. Или где река была. Впервые он появился в конце 5-го века. Как ни странно. Причем появился он, придумал вот этот чин, вот такое пышное торжество. Еретический, то есть монофизитский, константинопольский патриарх Петр Валяльщик был такой. Знаете, почему Валяльщик? А он до этого, когда в монастыре был еще монахом, он нес послушание шерсть. Отбеливал, валял, вот такие вот шапки-камелавки делал. Потом стал патриархом. Но он исповедовал монофизитскую, или как они сами себя называют, неофизитское исповедание. До Халкидонского собора, которое было осуждено. Так вот он, несмотря на то, что он исповедовал еретические воззрения, он много довольно хорошего в церкви придумал. Вот возглас на каждой екатине, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычеству нашу Богородицу, тоже он ввел. Вот. Но православие это сохранило, как-то переняло, потому что, о чем это говорит? Каждый человек, даже в самом плохом человеке, можно найти какую-то добродетель. Вы знаешь, плохой гад гадом был, а что-то хорошее сделал. Патриарх, он был еретический, но для церкви что-то хорошее, да сделал. В том числе, вот, чин такого торжественного водоосвящения. В восточных православных церквях у греков, у болгар, у сербов, тоже в этот день традиционно по уставу святили воду. Хотя проруби не везде рубили. Кое-где льда вообще нет, они его на картинках даже не видели. Так? Так вот, никто в эту прорубь тогда, на Руси, купаться не лез. А рубили проруби бельевые, в которых белье стирали, ниже по течению. И пока священник светил воду, вот только в этот момент появилась традиция такая, что народ запрыгивал в эту вот только что освященную воду. С временем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Обряды у нас накапливаются, как снежный ком. Все начинает обрастать. И там, знаешь, там, где люди не знают как, они начинают как-то додумывать по-своему. Ну, покрасивше, попышнее. Это может быть даже хорошо и здорово, неплохо, а может быть просто никак. И появилась традиция в этот день всем плюхаться в прорубь и купаться. Хорошо это или плохо? Хорошо. Хорошо. Неплохо. Никак. Самое плохое в этом деле лишь одно. Что для многих современных людей вот это купание, моржевание в этот день, да, моржами называют те, кто купается зимой в прорубь, является подменой духовной жизни. Они говорят, окунулся в прорубь, и все грехи с меня смылись. Да. Так, чтобы сугреться, накатил грамм пятьсот. Ух, красавчик. То есть, ребята, оно не заменяет, окунание в прорубь не заменяет покаянием, не заменяет духовной жизни. Я в этот день постоянно купаюсь. Ну, купайся себе на здоровье. Может, в другой день, может, еще в какой-то день. Это не делает тебя ближе к Богу. Не ври себе. Батюшка, так вы что, запрещаете в этот день купаться? Да на здоровье купайтесь. Только на службу перед этим сходить. Вот одно дело, когда человек находится именно вот в этой гармонии, да, он... Отстоял на службу. Пойдет он потом в прорубь нырять? Не пойдет. Это личное дело. Я вполне допускаю, что это хорошо и классно и полезно для здоровья. Одному. А другому с какими-нибудь хроническими бронхитами, гайморитами. Тут же его на койку положат. Может быть, может. По-разному. Вы пойдете купаться? Под душ, дома. А почему вы не хотите холодную воду? Когда-то ходил, залазил. Сейчас, думаю, что, скорее всего, проблемы с носоглоткой будут. Я так с ними. Так может быть, Бог не спошлет милость на то, чтобы не было проблем? Для меня это как-то не вошло в мою личную традицию. Это личное дело, абсолютно. Одному нравится, другому не комильфо. А почему разделились два праздника? Крещение и Рождество во времени? Значит, есть в церковном уставе богослужебном такие понятия, как предпразднство, как подготовка к празднику, когда уже начинается какое-то песнопение праздничное появляется. То есть, человека как бы анонс такой богослужебный дается, скоро у нас вот такой праздник. Вот настраивайся на этот лад. И есть понятие попразднство, когда праздник вроде день праздника прошел, а еще поются песнопения этого праздника. Вот понятие вот этого попразднства идет еще с ветхозаветного богослужения Иерусалимского храма. Почему? Не все могли в один день, в день праздника, прийти в Иерусалимский храм. Вспомните, а кто в лавке остался, как в том анекдоте, когда старый еврей умирал, говорит, вы все здесь, и тот, и тот, и тот здесь. А кто в лавке остался? Если все на праздник пойдут, кто на хозяйстве останется? Точно так же и сегодня, даже в день Святой Пасхи, хотели бы все, не смогут побывать в храме, да? Даже верующие. Кто-то водит поезд в метро, кто-то троллейбус, кто-то в магазине смену несет, кто-то на скорой дежурит, кто-то в пожарной. Кому-то надо, но чтобы не оставлять ни одного человека без вот этого праздника, все эти дни праздник растягивается по времени, чтобы каждый мог прикоснуться к этой радости. Поскольку Рождество у нас, наверное, второй, один из 12 самых великих праздников, наверное, второй по значимости в нашем сознании праздник после Пасхи, а в западном мире вообще чуть ли не первый у католиков Рождество. Ну как оставить без рождественского праздника человека, который был занят на каких-то, какими-то обязанностями? Поскольку два праздника в один день праздновались, то есть там были песнопения, богоявления, как посвященные Рождеству, так и Пасхе. Но со временем церковью создавались новые песнопения. Я думаю, просто классное общение получилось. Мы еще можем много о чем поговорить. Спасибо. 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 Спасибо.